Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея и сегодня у нас очередной обзор новиночек из фикс прайса! Сегодня буду показывать не только новиночки, но для себя точно новиночки, но то, что уже продается и давно я хотела купить. Например, я решила разнообразить немного свои уходы. Как вы знаете, на моем втором канале я делаю тест-обзоры продуктов непосредственно и все время мне приходится надевать на себя вот такие вот повязочки. Я решила купить все цвета, которые там есть, для того, чтобы видео разнообразить, чтобы не все время в одной и той же повязке розовой быть, но еще и в таких. Мне на самом деле все цвета эти идут, стоят они по 77 рублей, я безумно довольна. Также я решила взять еще вот такой вот крем-пудра Геалурол, крем-пудра для лица. Мне стало очень интересно, что за такой тройной эффект, пудровый, матирующий и увлажняющий. Возможно, это будет как тональный крем какой-то легкий. В общем, мне кайф это протестировать, но сейчас я накрашена, протестировать не смогу, поэтому я ссылку оставлю на свой второй канал, и там на втором канале я индивидуально протестирую вот этот вот Геалурол. Называется еще так, знаете, такой вот тюбик, стоит недорого, здесь напишу, сколько стоит, 50 или 55 рублей, по-моему. Геалурол как геалуронка, да, вот меня привлекло это название. Тут еще пишут, что разглаживает морщинки. В общем, попробуем. Также я наконец-таки решила попробовать все-таки взять вот это зарядное устройство, портативное зарядное устройство. Розовое и белое меня привлекло, там еще были серые, по-моему, и синие, но когда я увидела розовое и белое, думаю, надо взять. Стоит 199 рублей. Мама все время переживает, когда я уезжаю куда-то в поездки, все время переживает за то, чтобы я была на связи, чтобы у меня, если села батарейка, то я смогла прямо у себя из сумки ее заряжать. Единственное, что здесь мне непонятно, это насколько. Вот у меня есть черненькое портативное зарядное устройство, оно в половину меньше, в принципе, удобно с собой таскать. Вот это вот симпатичное розовенькое, по весу, в принципе, примерно одинаково. Но вопрос в том, страна-изготовитель Китай, вопрос в том, насколько зарядов. Вот та у меня зарядка, по-моему, на полтора заряда. Ты не помнишь? Моя. Нифига она не заряжает на три или четыре телефона, она у меня на полтора заряда заряжает. А вот здесь, не знаю, емкость 3000 мач. Время зарядки портативного зарядного устройства до 4 часов, то есть заряжать нужно будет 4 часа. Зарядка вот такая вот у нас. Здесь у нас написано 5200 мА. 5200, а здесь 3000. Ну, то есть, получается, что, скорее всего, это на целую зарядку, да, а это как раз-таки на полторы. Ну, в общем, на одну зарядку должно хватить. Давайте проверим, сейчас она будет заряжать или нет. Так, засовываем сюда наш шнур и проверяем. Надеюсь, ничего не случится с моим телефоном. Зарядка пошла. Ну что, нужно будет зарядить это портативное устройство и взять его с собой. И тогда я уже в следующих видео фикс-прайс обязательно скажу, насколько мне понравилось и насколько хватило. Но то, что она такая розовенькая, прикольненькая, мне это очень понравилось. Поэтому я ее взяла. Поставила на зарядку устройство, мигает вот так вот красная. Я думаю, что, наверное, пока она мигает, это значит заряжается. Когда она зарядится, наверное, будет какого-то одного цвета, либо просто перестанет мигать. Дальше, само собой, влажные салфетки, которые я все время беру. Это не из новинок. Ой, смотрите, какая прелесть! Та-дам! Это я взяла для того, чтобы пить соки. В общем, розовое. Были еще зелененькие, сиреневенькие, по-моему. Не помню еще какие цвета были, но мне очень понравилось. Такая прикольная трубочка. По-моему, классно, да? Но я не видела такие, во всяком случае. Для меня это новинка. Стоит 99 рублей. Вот такая трубочка внутри. Заканчик. Красота! Закручивается. Естественно, сюда нельзя заливать горячую. Это для соков, для каких-то холодных напитков, может быть, для молочного коктейля. А еще смотрите, какую я нашла машинку для Дэнни. Это не просто машинка, это машинка-пенал. Мне понравилась. Она прям такая объемненькая. Смотрите, выглядит реально как машинка, красненькая. И это пенал. Мы открываем. Мне показалось, я его не открывала там, но мне показалось, что здесь будет очень много места. Та-дам! О! А этого я не ожидала, что здесь будут карманчики. Смотрите. Фу! Сапожок, конечно, нужно выветрить. Здесь, в общем, сеточка. Можно что-то положить, чтобы не выпадало. А здесь конкретно ручки с двух сторон можно засунуть. Да? Классно! В общем, места на самом деле действительно много, но я думала, что этого ничего нет. И здесь такие два глубоких, два глубоких отдела. В общем, машинка прикольная. Там еще были мотоциклы, и для девочек были тоже такие же прикольные пеналы. Еще смотрите, что я взяла. Долго я ходила, смотрела на вот этот светильник светодиодный. И на самом деле, что меня сподвигло взять его, это мысль о том, что скоро Новый год. И, скорее всего, их разберут. Ведь это действительно клево, если он реально светится так, как о нем говорят. Стоит 199 рублей, если я еще не сказала. Вращается, переливается разными цветами. Идеально подходит для вечеринок, семейных праздников. А мне как раз таки, у меня же Новый год, вечно семейный праздник. Сидим дома я, потому что никуда не выходим. А праздника так хочется. Я в фикс прайсе брала что-то подобное, но там просто нажимаешь кнопочки. И, кстати, этот светильник очень мне пригождается. Все время красиво подсвечивает. Либо голубым цветом, либо белым. Но он не вертится и не разноцветный. То есть только два цвета, там они просто статично горят. Так, ага. Вот эта штука крутится вот так вот. Кстати, а что если его попробовать через портативку вот эту сейчас показать? Слушайте. Мам, выключи свет, мам. А тут несколько режимов. Нет. Нет, он просто вот так его включаешь и он крутится, да? А ну-ка. Сейчас я выключу. Красиво? Ты видишь? Ух ты! Выключаем полностью. Слушайте, ну, всю квартиру прям. Нам не видно, да. Очень красиво, девчонки. В общем, пока не наступил Новый год, эти штуки есть в наличии. Я вас призываю взять. Мне кажется, 200 рублей это такие копейки. Потом все это под Новый год дорожает. Реально вся комната освещается. Ну, не освещается, я имею в виду везде, на всей комнате вот идет вот такое красивое. Мне кажется, это очень клево. И это не только на Новый год, а на дни рождения, когда друзей приглашаете, потанцевать, поплясать вместе. Класс. Она, кстати, вибрирует и совсем бесшумно все это делает. И благодаря вот такой штуке можно поставить куда угодно. Правда? Все, включай. А то что-то света мало. Класс. Вообще, я довольна, что я ее взяла. И ты такого, наверное, хочешь? На Новый год я даже, может, ее на фон буду ставить, и она будет подсвечивать нам все. Дальше, из новинок, смотрите. Недавно Кристина делала обзор на зубную пасту из Таиланда. И у нас в Фикс Прайсе тоже начали продавать вот такие пасты из Таиланда. Она есть вот в такой упаковке и есть в обычной упаковке. Мне захотелось посмотреть, вроде ее так хвалят. Но стоит она, по-моему, 200 рублей. То есть, не хухры-мухры, не 50. Травяная зубная паста Райсан с гвоздикой. Вроде бы как она там супер отбеливает и так далее. Но я ее, скорее всего, задурюмами, потому что я свои зубы не отбеливаю. Состоит из натуральных компонентов, устраняет запах изо рта, обладает отбеливающим эффектом, удаляет зубной камень, подходит для чувствительных зубов. Применение для ежедневного использования. Давайте откроем да посмотрим, что мы тут гадаем. Так, в комплекте идет вот такая лопаточка маленькая, точно так же, как у Кристины все. Только у нее черная там, по-моему, но она не черная внутри была зубная паста. А здесь у нас розовенькая. Открываем. А может, я и себе оставлю эту пасту, никому не задарю. Запечатана, что сразу доверие вызывает, да, у нас запечатана. Открываем. Полная, прям полная. Ой. Ой, запах просто звездочки. Девочки, запах звездочки. Это трэш. Я вряд ли смогу такое чистить зубы. Но я попробую, конечно. Но не обещаю. Надо ее кому-нибудь задарить. Фу. А, я помню, от той пасты точно такой же запах был, от Кристины. В общем, вот такая паста продается в фикс прайсе. Если кто-то пробовал, пишите отзыв. Но запах, сразу говорю, адский, адский запах. Это кто любит звездочку, вот тому кайф будет. И смотрите, что еще я взяла. Давно хотела приобрести себе такую штуку. Мне кажется, она удобная. Единственный вопрос, как она крепится. Это натяжная сушка для белья. Смотрю, здесь три веревки. Два с половиной метра. Давайте посмотрим, как она крепится. Вот это мне всегда было интересно. Так. Вот она. Здесь внутри у нас какие-то гвозди дюпеля. Выглядит она вот так вот. Ой. Ой. Ой-ой. В чем дело? В чем дело? Одна застряла. Е-мое. Еще знаете, что я заметила? Что в фикс-прайсе вот этот пластик, он бывает настолько некачественный, что через время он просто сцепится. Поэтому, если, конечно, с таким качеством они подошли к этой штуке, то к этой сушилке. О. Так. Ну, честно говоря, не понимаю, как тут работает. Потому что на кнопку нажимаю не тянется, если просто какая-то фигня. Ну, она не растягивается, но она не растягивается. Ну, помоги, Надежь. На, хочешь вот на кнопку нажимай так, чтобы на камеру было? Нажимай или поворачивай, я ее не знаю, что. А, вот, ну, крути. И она застряла. Ну, не будет. Здесь какие-то фиксаторы. Фиксаторы. Их же надо как-то снять, что ли? А, вот. О, догадалась. Смотрите. Вот здесь вот нажимаете на себя ее, вот так. И тогда она начинает крутиться. Вот. На себя надо. И вот она крутится. И закручивается. А если мы ее... Оп. То она блокируется. Поняла? Вот она блокируется. А вот так оттянули. И она тянется. Закрутили. И не тянется. Открутили. И тянется. Ура! Я допетрила сама. Блондинка. А вы говорите. Рукожок. А то... Нормальная девчонка? Короче, это нужно будет сделать. И, ну, естественно, это не в съемной квартире. Это я уже взяла так. На будущее. Я не знаю. Фикс прайс. Бери на будущее. Я слоганом придумала. Ну, короче, ладно. Все работает. Прикольно. Единственное, я переживаю немного за этот пластик. Насколько он будет хорош. Если кто-то брал, если она не новинка, просто я только увидела, я бы взяла раньше. Если это не новинка и кто-то брал, поделитесь, сколько у вас она уже держится. Еще я взяла себе вот такой вот слайм, потому что я люблю иногда помять. Мне понравилась такая баночка интересная. И понравился цвет. Мне показалось, он будет таким глубоким и синим. Но сразу могу сказать, что здесь за косяк. Это, во-первых, неудобная банка. Неудобно его вытаскивать оттуда. То есть, чтобы весь слайм вытащить, нужно вот так вот по кусочку его отсюда доставать. Это крайне неудобно. Он не тягучий. То есть, поняли, да? Это вот, не знаю, раз 15 нужно сюда залезть пальцем, чтобы весь его вытащить. Пахнет он не сильно. Ну, в отличие от других слаймов, которые я, например, брала, бывает, что очень сильно пахнут, прям воняют. Этот пахнет приятно, свежестью. Вот уже считаете, сколько раз я залезла туда, чтобы вытащить. Вылазь уже. Так. Вытаскиваю я уже его отсюда раз в третий, наверное. Мне очень нравятся, какие они вот слаймики эти. Он такой прозрачный. Очень прикольный вообще. В общем, антистресс. Люблю иногда его помять. И самое, что еще потом неудобное, что так как я уже третий раз его засовываю, наверное, я уже часть все-таки выкинула, он потом не поместился обратно в этот свой сосуд. И пришлось мне кусочек маленький выкинуть. Видимо, воздухом заполняется или я не знаю что. Но сейчас он уже должен залезть. Не знаю. Первый раз он у меня весь обратно не залез. Сейчас вроде бы... Сейчас вроде бы утрамбовался вот в притык. Вот такой вот слаймик. 50 рублей или 55 стоит? Буду пока играться. А с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok